друзья я рад вас приветствовать в новом 2022 году и это первый выпуск который я хочу начать с раскачки я его сделаю праздничным в первую минуту моего вступления я вам расскажу о чем сегодня пойдет речь и почему вообще родилась идея сделать выпуск именно вот таким каким показывала сегодня мы с вами имеем кружечка светлого певца и ребята уже подготовленный разделанный судак в такой атмосферке я хочу с вами обсудить ряд тем я сделаю тайм-коды для вашего удобства но ключевая фишка этого выпуска что я хочу сделать от всей души без каких-либо подготовок я накидал себе темы по которым мы будем идти таким образом мы с вами можем посидеть и вот так вот душевно пообщаться почему я не сделал это в виде какого-то прямого эфира того же самого стрима будут сыпаться вопросы я буду отвлекаться а так я поговорю о наболевшим том что волнует меня о том что я часто встречаю в комментариях и самое главное я привязываю этот ролик к празднику 1 это наступивший новый год и самое главное плюс 500 тысяч акционеров на канале я делал несколько постов в сообществе ютюба и в инстаграме канала с тем что я говорю вам огромное спасибо что вы поддерживаете подписывайтесь ну вот пришло время посидеть отметить название ролика не кликбейт реально страшно становится жить у меня порядка 15 тем поэтому присаживайтесь поудобнее наливайте себе ваш любимый напиток будь то чай минералочка кофе возможно то же самое что и у меня по поводу этого мы отдельно немножко поговорим надо начинать приятного вам просмотра новый 2022 год сейчас будем отмечать ну начнем с поздравлений такое ощущение как будто сок яблочный на самом деле заранее подготовился немножко пенка осела первую очередь огромное вам спасибо за то что вы подписывайтесь на канал даете ваши советы смотрите говорите здесь интересно здесь неинтересно все комментарии я стараюсь читать они бывают очень конструктивный бывает также поверхностный бывают позитивно негативный в любом случае это обратная связь за что я вам говорю большое спасибо всегда когда я отвечаю ни в коем случае не воспринимать какое-то оправдание защита еще что то ну мы с вами общаемся я от себя даю точно также обратную связь за 500 тысяч раз и с наступившим 2022 годом друзья в первую очередь я думаю со мной согласятся многие банально но очень важно здоровье всегда удивляло почему за здоровье пьют нездоровые напитки ну давайте встретим вместе поехали страшно жить друзья это не клик б как я сказал оглядываясь в 21 год я просто-напросто офигеваю сам лично переболел этой распространенной хворю специально не будут слух произносить что за хорь вы все прекрасно знаете на каждом углу про нее говорят родители под новый год можно сказать слегли примерно там в десятых пятнадцатых числах болели практически три недели только-только вот встали на ноги начинают кушать двигаться возвращаются запахи им огромный привет передаю папа за тебя новый уровень новый формат сейчас популярно до сидеть так на кухне что-то обсуждать и соответственно вокруг постоянно про это говорят впереди непонятно что будет война реально становится страшно когда почитаешь и посмотришь ролики на ютюбе есть каналы которые там не набирают миллионов просмотров да но они обсуждают законы новые принятые когда людям рассказывать что есть закон о массовой эвакуации что тебя могут из квартиры на улицу она должна остаться открытая законы которые принимают из серии что можно влазить в чужое жилье в квартиры с этими кодами и в общем все вот это в совокупности с одной стороны кто-то посмеется и скажет да это все ерунда я очень рад что если это так а с другой стороны нифига это не ерунда потому что действительно такой психологический след на душе остается когда ты просыпаешься и включаешь новости это вообще караул читаешь в интернете караул куда не зайдешь везде один сплошной караул то есть хочется знать чего-то не хватает чего-то позитивного я надеюсь искренне да что 22 год хоть как-то эту ситуацию вырули потому что же самый хворь ну обещают что она все все вот теперь все уйдет мы все эксперименты провели теперь можно хворю убивать я передаю огромный привет всем народом абсолютно всем включая первую очередь братьев славян украину беларусь я всех люблю всех обожаю надеюсь что эти дядьки которые над нами сидят между собой наконец-то там разберутся а нас простых людей оставят спокойно жить и наслаждаться жизнью трудиться зарабатывать идти к новым целям переходим потихонечку дальше потому что хочется поговорить про позитив но тема следующая тоже непростая очень часто я читаю комментарии когда снимаю какой-то выпуск например что учет показываешь этих миллионеров и об этом как-то говорил на стриме в инстаграме кто не подписан подписывайтесь получается так что все письма в основном когда люди пишут которые прошли до через что-то переезд что-то купили вляпались потом отбились вылезли из кредитов или наоборот залезли это как правило люди в любом случае либо предприниматели либо с мозгами которые занимать кит хорошие должности какие-то деньги дозарабатывают но при этом народу не очень это нравится я опять же отталкиваюсь исключительно на комментарии потому что когда читаешь их говорят ну вельможа феодал барин денег дофига единственное что меня напрягает в этих некоторых сюжетах что когда я дистанционно даст с людьми о чем-то договариваюсь есть какая-то конкретика человеку заешь на камеру вопрос как ты заработал денег то тут не знаю в силу чего может быть теряются мысли улетают в разные стороны нет этой конкретики что три года я поработал за это время я скопил 7 миллионов рублей дальше я там допустим взял кредит на 5 миллионов рублей в цифрах чтобы было понятно откуда и как у тебя взялся там дом квартира машина ремонт вот такие вещи поэтому надеюсь в этом году вот именно с точки зрения деталей я постараюсь улучшить качество контента чтобы когда вы смотрели было больше именно полезной информации но при этом меня не оставляет желание снять сюжету про самого простого работягу который получает там 10-15 тысяч рублей с одной стороны когда я про это говорю люди говорят а нафиг про это снимать даже от люди пишут региона будет я простой работяга но 10-15 тысяч это выживание и в наших реалиях 10-15 тысяч получает только максимально ленивый человек если ты хочешь если у тебя есть желание трудиться зарабатывать ты всегда заработаешь больше с чем я с одной стороны полностью согласен а с другой стороны не совсем почему вот напомню вам сюжет который мы сняли с отцом несколько лет назад он назывался как умирают селы реально выложили в душу получилось вот так потому что ролик разлетелся я его периодически встречаю в различных пабликах из него берут вырезки кто не смотрел посмотрите сюжет вот такой смысл заключается в том что мы уехали примерно 140 там 150 км от москвы в сторону юга там есть поселок мордвес где детство свое отчасти прожил он частично прожил мой отец и он помнит как это все выглядело при советском союзе как та деревушка она разрасталась и уже перетекала в такой поселок городского типа и что стало сегодня вот когда мы туда приехали мы встречали взрослых действительно у людей кому там уже больше 50 лет а вы должны понимать да что после 50 лет жизнь становится немножко другая вот эти вот желания ехать покорять там москву либо какой-то другой крупный город особо у людей уже нету хочется остаться у себя дома и так сказать жить наслаждаться там страшное слово доживать жизнь за здоровье три глотка сделал прям как соловей пошло 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 если кушаете всем приятного аппетита праздники продолжаются завтра никуда не вставать выходной день специально подгадал выпуск ролика так вот общаясь там с людьми мы задавали вопрос сколько здесь удается денег зарабатывать 8 тире 12 тысяч рублей это средняя зарплата вдумайтесь 8 тире 12 тысяч рублей как на эти деньги жить ну понятно дело что у людей у кого-то своя скотина у кого-то куры кто-то меж собой чем-то там я не знаю наверно делятся ты мне яйца я тебе кусок мяса мясо по дешевке со скидкой она натурально хорошие мясо летом это естественно у всех огороды и при этом было несколько людей в частности одна девушка которая переехала туда жить со своим мужем и она говорит а чё ты так снял то негативно у нас здесь все классно нас здесь все устраивает мы живем мы наслаждаемся никакой суеты нету мы кайфуем игру ну слушай здорово ну к сожалению не было возможности приехать вот на основании этого хочется сделать выпуск такой что мы приедем и полноценно проведем день с человеком и сделаем прям вот крутую атмосферу по крайней мере вот я так вижу что ролик начинается из черного экрана появляется кухня раннее утро включается свет человек заходит на кухню а я закадровым голосом рассказываю это максим он просыпается в 7 утра первым делом он ставит чайник и начинает готовится начинать свой день и показать как он к примеру проводит день чем он питается поехать человеком магазин сказать давай закупимся вот такие продукты ты возьмешь на неделю выложить их на стол кратко сказать что покупал купил по какой цене где работы чем занимается почему получает 12000 15000 он не идет искать все вторую третью четвертую работу или же какую-то другу где можно в этом 100 тысяч рублей на условно что ему мешает постараться задать ему так вопросы чтобы человека максимально раскрыть его в таком сюжете показать реально жизненную историю простого человека это мне кажется будет максимально интересно вот если кто-то из вас готов с цифрами все показать рассказать по-честному не пытаться на камеру рассказать что все очень тяжело не там то или даже пусть так так вот это ваша жизнь вот мне было бы дико интересно я думаю я сделал бы крутую картину и неважно где вы живете в квартире это одно если вы проживаете в какой-то подобной деревушке как мордвес это по-своему круто потому что мы хотим снять ролик например про то как люди живут в 2000 уже двадцать втором году в частном доме в котором нет ни хрена кроме электричества канализации нету септик не сделали вода это колонка газа само собой нет в доме стоит печи от нее все идет отопление вот просто пообщаться показать людям реалии подобные дома я рассказывал у нас каши есть возле нашего дома у нас там до дом хороший есть все а через дорогу идти минуту вот ни хрена нету одно да скажи желание человека чтобы он согласился про все это дело рассказывать на камеру не каждый допустит свою жизнь вот это вот рассказывает что что-то где-то не получается но это было бы максимально бы интересно рыба кстати да вкусная я уже брал одну так на пробу так сказать готовился готовился к сюжету делал тестовый выпуск рыба жирненькая хорошая судачок так повезло брал еще корюшку но корюшка что-то в этот раз попалась хреново поэтому друзья это касательно планов вот частично на 2022 год что хочется действительно вложить душу в какие-то сюжеты не так что приехал там за час за два там за три снял когда людям по своим делам нужно ехать трафик москва хочется выделить день чтобы никуда не надо было спешить потому что вот зайти на кухню то он заходит на кухню включая чайником зажигает спичку к примеру можно снять три раза он зашел с одной стороны с другой стороны с третьей стороны крупными планами это уйдет время но тогда это будет вот так это будет реально кино домино кто хочет все контакты со мной в описании пишите двигаемся дальше значит про тачки написано харизма владельца на сегодняшний день я считаю дико не актуальным снимать обзоры на автомобиле вот именно в том ключе как это делалось раньше что вот он автомобиль там к примеру hyundai такая-то модель вот выпуска такой-то это свежая машина моторы есть такие то ну это не так интересно это круто когда ты это делаешь одним из первых когда ты успел отснять машину с другой стороны когда ты один из первых ты не можешь полноценно рассказать минусы автомобиля когда тачка свежая надо покататься надо ее почувствовать даже вспоминаю ту же самую джили тугела когда я ее взял в первый день я сел изначале думаю блин прикольная машина почитал отзывы уже от владельцев кто покатался полгодика казалось бы полгодика и уже много деталей всплыло таких вот именно косяков вот именно недоработок с точки зрения того что свежая машина уверен там в рестайле это все уберут но нужно это время поэтому сейчас я стараюсь сделать акцент именно на части вторичку что человек купил он сам про нее рассказывает и вот здесь самое главное это всегда вот поймать харизматичного владельца как мне понять изначально что он будет харизматичный это нереально поэтому в письме попереписывали встретились есть люди которые прямо открыто с удовольствием рассказывать есть те кого куда-то постоянно уносит ему знаешь один вопрос он уходит 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 а это же все качество контента это же все влияет на вас на ваш просмотр где-то видишь так вот какую-то хрень что-то рассказывать стоп нажимаешь все сбросил поэтому стараюсь подбирать таких людей как про дмитрий владелец хавала дядь когда помнить лысенький у нас три раза уже в роликах принимал участие возможно даже будет четвертый раз он сейчас если не ошибаюсь занимается юридической деятельностью прокачивать себя и он там такие вещи мне порой пишет вот надо будет когда с ним снять так вот подводя итог по машинам буду стараться делать вот акцент все-таки на то что делаем сейчас местами где-то дорабатывать в идеале тоже выделять один день чтобы больше снимать чтобы ролик был более живой а с другой стороны думаю чего снимать куда-то ехать постоянно когда самое главное эта информация человек стоит возле машины 15 минут может рассказывать по существу и это может набрать много просмотров можно весь день кататься с вертолетов снимать отовсюду делать динамику ролика и никто смотреть не будет потому что мы пришли смотреть информацию получать по крайней мере вы я вас вижу как взрослую такую аудиторию которым нужно по существу а не вот эти сюси муси кашу по тарелке пора бы обновить автомобиль довольно таки частый комментарий мне кажется на раз люди сами о нем задумываются чаще чем я как владелец автомобиля мол вот и в ремонт вкладываешь ты машину тебя 16 года надо бы обновить ребята я периодически открываю всем известный сайт по объявлениям смотрю на цены и просто вот так вот за голову берусь думаю да да все это летит пятьсот тридцатый дизель бмв ну который допустим не нравится когда как вот говорится шаг сделать вперед продать задний привод f10 купить свежую машину дорестайл подчеркиваю не тот кузов который сейчас активно продается в хорошем состоянии с небольшим пробегом 4-4 с половиной миллиона вот вот в этом диапазоне все что ниже это пробег свыше 100 тысяч это машина после какого дтп либо с какими-то косяками в целом по документам отпадает вот живой хороший экземпляр среднем 4 200 я понимаю что свою машину могу продать там 2 2 200 еще два ляма добавить за что за машину восемнадцатого года восемнадцатого года с пробегом там тысяч пятьдесят может быть 40 удастся найти я честно говоря не готов вот просто вкладывать это весь уж бы там по x5 x6 это примерно будет но те же самые деньги плюс-минус плюс-минус пока что не готов покупать например корейца можно добавить полтора миллиона но купить реки соренд какой-то там плюс-минус средний комплектация может быть чуть выше средней душа не лежит хочется почему-то вот именно немецкие автомобили я понимаю прекрасно что купить новый автомобиль это лучше это не знаешь бед он на гарантии катайся но хочется для души жить то тоже хочется двигаемся дальше вот у меня про хейтеров негатив так далее значит отдельно хочу обратиться ко всем тем кто вечно видит в моих роликах какие-то подвохи какой-то скрытый смысл что я кого-то где-то пытаюсь обмануть что я где-то что-то рекламирую специально я знаю что многих это даже злит кто по позитиву идешь типичок постоянно оправдываешься друзья я не оправдываю обратную связь я просто хочу с вами быть на одной волне и чтобы вы знали что если где-то я что-то рекламирую я за что-то получил денег я этого не боюсь я всегда с удовольствием возьму денежку прорекламирует товар за который я готов ручаться у меня были ситуации что я рекламирую там какие-нибудь держатели для телефона имеет человек пишет в личное сообщение я по твоей ссылке заказал он пришел с браком что делаю я связываюсь сразу с рекламодателем вы ребята у человека такой косяк надо решить ему на следующий день отправляет два таких держателей вопрос решен вопрос решен и вот по такому принципу я двигаюсь есть ситуация вот например у меня сейчас появился освежитель воздуха я вам про него потом расскажу я жена делала публикацию у себя в инсте и там люди пишите по хреновой думаю что хреново почему очень часто нужно за ним следить обслуживать его нужно часто раз в неделю как минимум все промывать говорят ну напряг надоедает у знакомых такой нашелся говорят в шкафу теперь стоит надоело постоянно мыть вот это можно считать косяком я думаю потому что мы когда вы включили у нас сухость воздуха в квартире было 10 процентов влажность воздуха на 10 процентов сейчас 45 а по-хорошему в зимнее время говорят должна быть 55 60 плюс-минус вот так соответственно за всю рекламу все что я делаю я всегда несу полную ответственность напоминаю что подписывайтесь на инсту так как там я если хоть не из заказной сюжет как это был например пара на пу мы ездили к застройщику я сразу сказал что предложили за деньги приехать снять мне показался интерес люди знают что все открытую пора за денежку поехал вы не забываете что самое страшное происходит вокруг вас у каждого из вас наверняка в жизни с вероятностью 99 процентов есть родственничек друг товарищ коллега по работе который в повседневной жизни за вашей спиной вас по полной программе с большим удовольствием перетирает вам кости негодуют когда у вас что-то получилось пошло хорошо поэтому этот человек крутится вокруг вас в моем кругу да вот в близком я на 99 процентов уверен что таких людей не хотя один процент как говорится остается у меня и круг сейчас очень сильно сузился то есть у меня там прям очень мало людей с кем я общаюсь соответственно поэт подумайте об этом вот это вот гораздо важнее нежели чем когда вы мне или кому-то еще там пишите в интернете кто как-то неправильно себя повел ребята вокруг нас полно паразитов из нашей жизни и вновь меня 60 секунд и мое время уже пошло друзья что у нас на носу новый год и вполне вероятно что кто-то из вас прямо сейчас уже подумают о покупке подарков для своих родных и близких и прежде чем что-либо покупать переходите по активной ссылочке в описании на е-каталог и проверяете товар там там можно посмотреть динамику цены точно ли она справедлива или вам специально ее задрали почитать отзывы посмотреть видео обзоры выбрать из кучи магазинов наиболее выгодную цену для себя и принять решение о покупке я каталог вам лично ничего не продает он лишь помогает вам совершить покупку с удовольствием и взвешено потому что некоторые товары требуют размышлений все можно найти там не нужно больше прыгать по различным сайтам переходя по прямой ссылке это очень важно нет никаких накруток ты увидел цену значит она совпадает с магазином работают для россии казахстана украины пользуйтесь на здоровье активная ссылочка на е-каталог уже ждет тебя в описании путешествие и отпуск приезжай к нам кто давно подписан на канал помнит что я снимал сюжеты из путешествий вот допустим мы поехали там женой в испанию я брал камеру и там мы снимали сюжетик я показывал что вижу и очень довольно таки неплохо получалось силу того что тогда там канал было два-три года я не был там большого опыта не было хорошего оборудования с точки зрения того же квадрокоптера хотя бы до чтобы это можно было с воздуха все снимать показывать потом родилась дочка потом начался вот этот к вид правильно со всем этим сейчас с одной стороны есть желание куда-то поехать но я хочу естественно поехать семьей хочу в любом случае взять с собой дочь но дочь нам сейчас год и шесть лететь в самолете проблема где-то ходить она тоже да ну куда ты привезешь и и какая это в испании турции она и нафиг не нужно в целом поймешь что бассейн это круто но такого воспоминания в памяти еще пока не останется поэтому с одной стороны хочется время ускорить с другой стороны нафиг его не хочется ускорять пусть она идет потихонечку не спеша до всего этого мы дойдем полетаем еще успеем сам по себе я в отпуск особо-то как ты не хочу потому что вот деятельность которую я веду съемка роликов вот вы можете вот это вот сейчас назвать работой да нет конечно сидишь пьешь пивко ешь рыбку который еще не раз ни разу не укусила пивка тоже уходит меня это не напрягает те же самые сюжеты единственный минус для меня это то что вот трафик в москве до что допустим если снимать что-то на севере я думаю два два с половиной часа ехать оборудованных на там штатив стабилизатор целый портфель на метро с ним ну бы просто будет неудобно ехать тем более сейчас зима где-то это на улице на лавке разбирать с машиной само собой удобнее поэтому передвигаешься на машине вот это единственное там да вот передвигаться а так дальше ты приходишь с ними общаешься вопросы задаешь снимаешь сюжеты стараешься сделать что-то интересное там необычную создаешь какую-то передачу так называемый контент меня это не напрягает с машинами та же самая история мне это нравится но вот это да действительно работа поэтому когда мне вот я уже об этом неоднократно говорил люди бывают за бы типа я что-то не понял взрослые люди за я по голосу слышно там что-то 60 лет а вы вот на телевизоре как-то по это повеселее чем жизни ну вы же должны понимать да что сейчас допустим я подготовился я сел я выделил время свободно чтобы можно было пообщаться с удовольствием это сделать а бывает так то что стоишь сам делами занимаешься человек звонит он здрасте я вот хотел с вами пообщаться проконсультироваться а ты чем-то сильно занят он же не спрашивайте по телефону удобно вам разговаривать можете не можете я стараюсь я трубку убрать чтобы понять там по существу вопрос не по существу в общем если вдруг кто-то звонил я там ответил как говорится не то интонации я дико извиняюсь никого обидеть не хочу абсолютно приезжай к нам вот и передвигаться по стране но это опять же к началу разговора серии что дочь растет но с другой стороны охота это подел потому что действительно хочется делать разнообразный контент то хочется опять же иметь возможность подготовиться как следует приехать на снимать много и по существу не пустую болтовню а вот что-то прямо вот так сказать из человека душу вытащить где-то детали снять хорошие вот тогда это действительно будет очень круто кстати про это вот отдельный пункт есть про сша я ему больше всего времени уделю но вот там мы как раз про это дело все и поговорим двигаясь дальше покупка недвижимости за рубежом когда я был в анапе мне там ноги писать на что ты себе вот не покупаешь там домик была мысль вообще в целом где тут на юге россии например что-то подкупить опять же смотришь цены ты понимаешь что что охренеть это россия и это вот еще далеко не самое лучшее место но и это денег стоит немало вот например в анапе домик 80 квадратов с уличной территории там пять соток примерно с ремонтом с мебелью совсем подключен условно 10 миллионов рублей 10 миллионов рублей это в анапе чем меня это тормозит с одной стороны вроде как это по стране с паспортом прыгнул полетел там некие визы получать не нужно виды на жительство оформлять но с другой стороны ты остаешься в рамках своей страны как-то хочется знаете но раз именно выбраться куда-то чтобы полностью сменить атмосферу с другой стороны когда начинаю задумываться о том что было бы неплохо да я подчеркиваю не вы про какие-то виллы здоровые я вот максимально приземленно что-то вот там квартирка небольшая там может быть терраской доме какой-то небольшой то есть пределах такого что ты что каждый из нас кто работает сможет себе позволить аж крит также можно взять здесь не знаю там где где дадут короче и пытаться обустраивать свою жизнь думал о том что про квартиру в турции купить или что-то подобное охота если в турции то стерасы чтобы именно можно было вытащить какой-то большой балкон такой был что ты там мог посидеть там насладиться природой атмосферы и так далее но при этом ловлю себя на мысли о том что когда я был в турции этом был порядка этом раз десять одной неделе мне всегда хватало вот так что я оттуда уезжал прямо я прям домой бежал я прям летел домой со всем желанием потому что все равно чуть чуть не твое но вот атмосфера продукты этому всему нужно акклиматизироваться под привыкнуть ну как-то не знаю сайт тянулся равно домой в россию приезжаешь после турции домой думаешь как у нас круто вот москва московского бы всегда получал удовольствие но с другой стороны глядя на все то что творится да в стране и потенциальные какие-то войны чего я больше всего лично боюсь хочется иметь возможность вот где-то так сказать городиться сесть так вот сказать типа я в домике меня не трогайте я гражданский человек я никак не лезу в политику поэтому если что даже не пишите что там ты в этом не разбираешься главное что вы разбираетесь я вот в открытую горю я в этом не спец мне хочется просто жить иметь возможность просыпаться наслаждаться жизнью своей жены ребенка родителей и ключевое четыре буквы жить жить и все больше ничего не нужно там я посмотрел квартиры стоит примерно 50-100 тысяч евро но это уже все зависит от того где что как можно и дороже найти но дороже это уже перебор как говорится есть другие страны на все изучать поэтому иногда мысли просто проскакивают не пишут возьмись и к 6 у тебя полмиллиона на канале были такие люди реально и к 6 стоит сейчас как раз примерно 100 тысяч евро за эти деньги лучше вот где-то купить недвижку которую вы если что там есть на поднапречься издавать можно конечно все нелегко но тем не менее это лучше нежели чем машина под окном крутая на которой я езжу раз в неделю значит находясь в москве в квартире очень часто спрашивают про тот же самый балкон мол ты в балкон вложил 700 тысяч ребята ни разу не пожалел что отдал эти деньги потому что вот были уже морозы минус 25 минус 28 ночью у меня дочь босыми ногами бегает по балкону прошло уже больше месяца никто ни разу не заболел не потекли никакие сопли ни у кого ни у меня ни у нее ни у жены балкон теплый самое главное что этот парапет да стена над которыми окна идут мы сделали с подогревом это очень важно вот кто будет делать уделяйте этому особое внимание сейчас там присядешь например на кресло тепло на балконе реально единственное естественно минус от электроотопления что сушит воздух поэтому обзавелись товарищем которую я вам потом покажу само само собой дзынь сделал в общем ровно так как хотел пока что не жалею косячки не небольшие есть но я скорее всего про них вам расскажу ближе к весне значит у меня на 2022 год будет 10 лет как я живу в москве это суммарно к слову в кашире я прожил примерно ну тоже 10 лет суммарный в москве на основании этого я хочу снять отдельный такой отзыв ролик минут на 45 прямо с плюсами и минусами о жизни в москве уровень жизни чувствуется другой с этим никто спорить не будет на самом деле многие хейтят вот то плохо это плохо у каждого из нас свои есть плюсы минусы вот именно поэтому я хочу сделать прямо отдельный сюжет такой живой отзыв 10 лет о жизни москве где поделюсь со всеми теми минусами с которыми я сталкиваюсь со всеми этими плюсами с которыми я сталкиваюсь того что мне город нравится мне есть такие момент которые дико не нравится материалы чтобы вы могли посмотреть попытаться вас погрузить в атмосферу чтобы ты просматривая Получил удовольствие Какие-то выводы для себя сделал Просто на самом деле сейчас огромное количество шоу Вот такого уже профессионального формата А вот сами такие классические блоги С которых начинался ютуб изначально Их становится все меньше Но мне кажется, что именно в таких роликах Больше и больше души Поэтому нужно попробовать сделать его именно так Вот иду такой по красной площади Все фоткаются, а я вот с оператором Такая, знаете, важная птица Курточку я себе одел черную И такой прогуливаюсь Меня снимают, люди такие, типа, ля, кто такой? Что здесь делают? Что это происходит? В общем, друзья, ролик будет Отличный, но я надеюсь Я постараюсь сделать его с душой, а вы уже напишите Потом в комментариях, хрень получилась Или нормально Вот касательно Москвы Что я хочу еще поговорить про Америку Нью-Йорк, США, жизнь в целом Ребята Признаюсь вам, я реально пропитан Америкой, меня прозомбировали Отчасти, потому что Одно из самых частых Что я пытаюсь смотреть на Ютьюбе Это вот блоги русскоязычных Кто уехал в США И начал там снимать Таких каналов на сегодняшний день Достаточное количество Кто действительно делает круто Кратенько там Как реклама, не реклама Нелли Форникейшн Девчонка уехала, снимает Денис сам себе сказал Давно живет Алексей Чижов Канал Чиж Нью-Йорк Столица мира Я американец Сергей Калужин Ну, кстати, Сергей Калужин Это человек, который жил в соседнем доме Со мной в Кашире Кто подписан У него Сисун Винтер Помните такого человека Знаете точнее Вот он жил в соседнем доме Это пять Кто первый Прилетает в голову Ну и еще там может быть Три-четыре канала есть Которые действительно интересно посмотреть И огромное количество каналов Которые имеют Такой потенциал Снимать в Америке В Нью-Йорке И снимают Откровенно какую-то хрень Никого не хочу обидеть Но высказывая свое личное мнение Как комментатор Диза, хрень Неинтересна Горю желанием Получить визу Приехать туда Месяца на три Август Сентябрь Октябрь Может быть там Сентябрь, октябрь, ноябрь Чтобы успеть Заснять картинку И летнюю И эту переходящую Осеннюю Потому что Это прям самый кайф Когда тона Краски Это все можно передать И я бы поснимал Вот именно С точки зрения того Когда вот люди переезжают Не просто Как у них начинается Знаешь Там видят Он дома стоит Всем привет Вот у нас одна бедрумная квартира Там вот у нас Ливинг-рум Здесь короче Оно все объединено Непонятно Где ты стоишь Что за здание Как это выглядит Я бы начал так Что показал бы карту Показал бы кратко Историю района Что вот здесь Например квартиры Начинаются Там от Если покупать От 100 тысяч долларов К примеру До миллиона Средняя стоит 500 тысяч Показал бы кратенько Как выглядит самая дешевая квартира Средняя дорогая Сверх дорогой Недвижку бы не трогал И дальше Вот в этом формате Поснимал бы Именно истории жизни Кто как переехал Кто как начал работать Только не ты Размазывай Кашу по тарелке У некоторых Включаешь ролик Смотришь 50 минут Я думаю Ну 50 минут Это много Это наверняка Там куча информации А за 50 минут Человек Даже ни одного кадра Из Америки И не показал Он только купил билеты И только собирается Уезжать в США Я думаю Ёкарный бабай Называется ролик О переезде в США А по факту Рассказывают люди Как они билет покупают 20 минут По телефону Разговаривают Что-то там Не срастает Ну в общем Пустая трата времени Вот хотелось бы сделать Именно такие сюжеты Именно душевные Плюс ко всему Там же много локаций Где снимали какие-то фильмы Вот там поснимать ролики Детально Знаешь Что-то камера Пошла-пошла-пошла-пошла Где-то дым Тут этот пар идет Да Из канализации Подворотни снять Признание английского языка Я как бы Плохо его знаю Но я к этому моменту Подготовлюсь По-любому Пройду какие-то курсы Чтобы подтянуть И чтобы можно было Поснимать С американцами Пообщаться с кем-то Ну в любом случае Там же можно было бы Нанять какого-то переводчика Гида Который бы с тобой Проводил бы время И помогал бы тебе Делать реально крутые сюжеты За город выехать Показать дома Копнуть поглубже Как это все выглядит Ну в общем В деталях показать Потому что там Действительно Много чего есть интересного И мне кажется Это было бы интересно Так как читая отзывы Просто посматривая комментарии Люди всегда делятся На два лагеря Одни говорят Америка это вот так Другие говорят Америка это вот так А третьи Ничего не пишут Ну судя по всему Просто наблюдают Я бы как раз Старался бы делать С плюсами С минусами Мне кажется Вот залетело бы 100% Вот три месяца там Это была бы Знать такая Командировка для души И серии И сам погулял Посмотрел И в тот же момент Можно было бы Сверх крутые сюжеты Насимать Поэтому Ставьте лайки Подписывайтесь Если вдруг Кто работает в посольстве Имеет Ну как говорится Удочку закину Мало ли повезет С другой же стороны Иной раз Когда насмотришься Всего этого Что люди показывают Я Почему-то Вот сидя сейчас в Москве Ни разу не бывав В Америке Я думаю Что она мне не понравится Вот именно там Нью-Йорк Прогуляться это одно Но в целом Жизнь там Мне кажется Я оттуда приеду В Россию В Москву И скажу Вау Вот дома реально круче С другой стороны Посмотрю Вот Амиран Сардаров Да Ну известный человек Там Дневник Хача У него канал называется Прожил там Два года Говорит В Лос-Анджелесе Если я не ошибаюсь И ни одного блога Оттуда не снял Я думаю Блин Ну как так Амиран У тебя столько Было возможностей Тем более У тебя уже поставлена речь Ты умеешь Показать деталь Ну вот возьми Ты камеру Сними как старые добрые С удовольствием По-любому Люди смотрели Как минимум Ну многим Это было бы интересно Ну вот Человек уже вышел Там на новый уровень Ему надо что-то уже Глобальное И по факту Пишите ваше мнение В комментариях Что вы считаете Мне кажется Это прям реально Была бы крутая история Там с эмоциями Поснимать Показать Хочется Хочется Но пока Визы нету Правила все делятся Одной и той же Банальной информацией Мы переехали У нас вот было 3000 долларов У нас там 10 тысяч долларов Мы вот сняли То это Ну это ясно Но хочется Детальнее копнуть Сколько квартира стоит В этом доме А что есть Ее покупать А что дом Из себя несет Он там 1886 года Какой-то скелет Дома попытаться найти Проект План дома Чтобы вот мне Как человеку Из России Было понятно Как что строится Вот например Многие дома Таунхаус Трехэтажные Ну все Из вас знали Что оказывается Они все сделаны Из дерева Что по факту Они просто Обложены кирпичом Там есть Перекрытие Из бетона А так в целом Это просто Одна деревянная Конструкция Отопление Паровое Свистит Ну вот такие вещи Подетальнее Рассказывать Показывать Потому что Они проскакивают Там в одном ролике Кто-то сказал В другом А вот комплексно В одном сюжете Все это показать Такого нету С ценами То же самое Интересно Сколько стоит Вот именно В доступных Сегменте Там 100 200 300 тысяч Долларов Потому что Допустим Живя в Москве Имея вот Двушку Плюс там Какие-никакие Накопления Там машина Вот если так Типа из серии Все Все продаю Уезжаю Там У тебя будет 300 тысяч Долларов Ну к примеру Я говорю Это вот как раз За Садовым кольцом Вот царицы Вот подобные дома Как меня окружают Здесь вот в среднем Там 200-300 тысяч Человека будет Если он продаст Жилье Ну плюс Какие-то там Пожидки Там машины Что за эти бабки Можно купить В Нью-Йорке В каком районе Там на крайне Как это будет выглядеть Ну интересно же А таких сюжетов нет Если вдруг Кто-то про это снимал Прям показывал Пришлите ссылки Прям оставляйте в комментариях Я с удовольствием Буду смотреть Вот Поэтому Была бы виза Я бы с удовольствием Там отнулся бы Дочь бы Там отправил бы Сразу на обучение Английскому с женой Он пусть ходит А я бы Надо было бы ехать Четером Вот я, жена, ребенок И плюс один Это оператор Потому что Там бы Там гиды И так далее Я бы нашел Тому же самому Денису бы писал Пытался бы С ним договориться Потому что Реально Человек все знает И он бы мог Очень сильно Помочь Созданием контента И можно было бы Наснимать Но ролики Были бы такие То что Как фильм Ждали бы Реально говорю Я бы там так В душу вкладывал Прям вообще Охота Охота поснимать Вот например В Польшу Там я не знаю Либо еще куда-то Ехать Ну не то В Германию Съездил бы Опять же Съездил бы Сели на недельку Ну ладно Максимум Десять дней Сели что Пять дней Ходишь Все изучаешь Максимально И потом Там шестой Седьмой Восьмой День Наснимал Тогда бы Это было бы Вот так А Америка Это надо Месяца три По-любому Первые две недели Это чисто сам Походить Чтобы не было Вот этих первых эмоций Первые эмоции Можно на GoPro Выдать Когда пришел Там Ну опять же Первые дни Первый маршрут Это Походы По достопримечательности Чего По достопримечательностям Это Таймсквер Это Центральный парк Ну и так далее Вот Кто-то скажет Да нахрен Это тебе Америка Лучше вот Ежай Вот в деревню Ну и в деревню Можно в России Съездить Что-то снять В небольшой город Можно поехать Что-то снять Опять же Приехать в небольшой город У нас в стране Ну сидит человек У него ни хрена Там денег нет Ничего не получается Не идет А желание есть Жить Да Есть желание Изменить жить Что тебя вообще Держит в этой ситуации Когда ты можешь Попробовать Вольнуть Там Куда-то В другую страну Попробовать Может быть Там пойдет Опять же Ключевое Что могу сказать Что я вообще Уже заметил Что нужно Английский выучить Если английский Не знаешь Нехрен даже Рыпаться А это кстати Ключевое Кто нам мешает Да с вами Знание новое получать Садись Изучай язык Учи Будешь знать язык Ты уже как минимум Что-то сможешь Зарабатывать Кстати Вот про алкоголь Отдельно Во-первых Всех призываю Вообще от него Отказываться Полностью Никогда Ничего Не понимал Почему с детства Эта хрень происходит Выпьем за здоровье Пьем гадость За здоровье Как так Более того Почитал И посмотрел Ряд документальных фильмов Выяснилось Что оказывается На Руси Были моменты Когда Был полный Сухой закон И когда уже начали Опять продавать алкоголь Народ бунтовал И там чуть ли не драки Протесты были Сели что не хотели Чтобы разрешали продавать Но тем не менее Кто-то там свыше Проталкивал И алкоголь опять Появлялся на полках Факт в том Что пустая трата времени Сейчас я кружку пью Выпил Все Я уже за руль Не сяду Спортом заниматься Не пойдешь Ну уже такое состояние Серия Отдыхать Отписать Кайфовать И так далее Что-нибудь Про Америку Посмотреть Посидеть Так за кадром Прокомментировать И так далее Конечно С рыбкой Посидеть Вкусно Ну согласитесь Очень вкусно Но с другой стороны Нафиг это не надо Значит Чем люблю заниматься Вот очень часто Люди спрашивают На время Как ты проводишь Ну В инстаграм пишут Я когда делаю Например Оно что буду Снимать подобный сюжет Люди говорят Типа Расскажи вообще Про свой быт Как у тебя выходной Проходит Значит В последнее время Очень часто Я хожу в баню Я полюбил Просто очень сильно Баню Я понял Как надо париться Ну по крайней мере Мне так кажется И каждый мой Поход в баню Это вот так А сами знаете Баня парит Здоровье дарит Это Сердечко Работает лучше Сосуды работают лучше Кожа Более того Начал ходить В криокамеру Что это такое Кто не в курсе Кратко Ты заходишь В камеру И тебя просто Окутывает Холодный Вот этот воздух Озон Да Он сухой Но он погружает Тебя в температуру Минус 160 Минус 180 Очень полезная процедура Что она в себе несет Можете почитать в интернете Чтобы сейчас отдельно На этом не останавливаться Говорят Надо пройти Там 10-12 сеансов На сегодняшний день Я прошел 5 Вот пройду все 12 И потом уже отдельно Может быть в инстаграме Сделаю отзыв Похаживать начал на массаж Потому что массаж Все равно Тебя тоже Когда правильно делают Я отхожу к тайкам На тайский массаж Там действительно Реальные тайки Делают очень хорошо Казалось бы Вот такая выходит Девчонку Но она тебя так Все промнет Что прям чувствуешь С себя гораздо лучше Вот там на второй Третий день Ну и естественно Хочется позаниматься Все-таки спортом С точки зрения физкультуры Вот турничками Только начал заниматься Уже прям Поперли там Три подхода По 10-12 раза Просто делаешь На подтягивания Заболел Потом пока восстановился Сейчас зима Холодно Хочется побегать Думаешь Ну куда сейчас бегать пойдешь Сейчас если поеду бегать Да Ты тоже так Если пойдешь бегать На второй день Уже сляжешь Блин Горло будет болеть Легкие Застудишь И так далее Сейчас такие планы То что на весну Ну и еще раз говорю То что в основном Утром Баньку Массаж Все Каких-то желаний Знаешь Там куда-то В ночной клуб Пойти Очень часто Когда я с кем-то Снимаю сюжет Ну там С кем-то из вас Говорят Приезжай Частенько задают вопрос Серия А ты с кем-то Из блогеров На блогерские тусовки Ходишь Нет На блогерские тусовки Никакие не хожу В принципе Ни с кем Из блогеров Вообще Любого формата Авто Про недвижку Еще не общаюсь И в целом Нет желания Общаться То есть Я имею С точки зрения Того Что там С кем-то Встретиться Посидеть Пойти Потусить Собраться Также Пиво Сидеть Попить Нет Такого желания Нет Потому что Когда у меня есть Свободное время Я лучше проведу Первое Это с друзьями У меня есть Несколько друзей С кем действительно Хочется посидеть Пообщаться Либо С семьей Я люблю Что-нибудь Такого плана Просто пройтись По городу Выйти Когда весна Лето У меня самокат же есть Я вот на нем С огромным удовольствием Уезжаю в центр И вот просто катаешься Наслаждаюсь Архитектура Мне нравится Как город Вообще В целом Мне нравится Но я получаю Какой-то заряд энергии Для меня Прокатиться Подумать О чем-то Какую-то идею Придумать Проговорить В голове Я ловился Неоднократно На мысли Что я могу Ити по городу И реально Говорить Я уже видел На себе взгляды Что люди Раз-таки Смотрят И я понимаю Блин Я по ходу дела Сейчас думаю И челюсть у меня Шевелится Я могу уже Ити Типа Ну что Попробую Я вот иду Что-то там Нашептываю Нашептываю Сам себе Из головы Это с одной стороны Прикольно А с другой стороны Такая легкая Шизофрения Когда уже Сам с собой Разговариваешь И ловились А на мысли Вот есть такие Кто Иной раз Пообщаться Самому с собой Оно даже Как-то приятнее Знаешь Легче Я бы отсяду Сижу в комнате Задумаюсь О чем-то И вот у меня Знаешь Так вот Белый лист бумаги И на нем Появляется какой-то текст И я сижу Думаю Мы приедем Снимем Вот с той стороны Подойдем С этой Потом сяду Смонтирую За кадром Развучу То Ну то есть Создаю сюжет Но я получаю Это удовольствие То же самое Вот я в баньку Пришел Сядешь Там Попаришься С дядьками Хорошо Там о чем-то Задумаешься Ну вот Как-то Вот это Мое А такое Что там Какие-то шумные Тусовки Это уже Уже Наверное Точно не мое Иной раз Хрень сюжет Высосан из пальца Посидел Там Что-то поболтал Рыбу поел Да и все А с другой стороны Я уже замечаю Следующее Вот при у меня Мама Она смотрит Типа Она некоторые каналы Смотрит Как люди там В деревнях живут Где-то на хуторе И там бывают Зарисовки Люди снимают Как там 5-7 минут Корм насыпают Допустим Животным Животным Подходят Едят Вообще Ничего не комментируют Просто 5-7 минут Идет Обычная Жизнедеятельность Человека И люди смотрят И люди получают От этого Бешеное удовольствие Потому что Они отдыхают Нет никакого Груза Что кто-то Кого-то Прибил Изнасиловал Украл Напал Отравил Вот этой всей истории Иногда тоже Знаешь Хочется отдохнуть И в таком сюжете Вот мне кажется Может быть Есть смысл Их почаще делать Я когда писал Себе список Сам смеялся Над своими шутками Такой пишу Раз в неделю Подобную сюжету Потом думаю Раз в неделю Много Прикинь Так понравится Зайдет И думаешь Блин Завпятница Люди с работы Поедут Нужно сюжет готовить Надо садиться И что-то Рассказывать Опять же Что-то Зачем Когда что-то Сам не знаешь Что А надо Для галочки Я Из тех Кто Вот есть желание Сел И тогда пообщался Это будет круто Посмотреть каналы Некоторые Многие сейчас переходят На такие форматы Вот Вилса Ком Смотрю Кругую стол Поставили Микрофоны Всем раздали Сяд разговаривать Многие Стендаперы Комедианты Инстаграм Уходят в ютюб И серии подкасты Сидеть По полтора часа Болтать И так далее Людям Многим нравится Потому что Многие включают Подобные сюжеты Серии На фон Кто-то Бубнил его На сон грядущий Я уверен Что под этот ролик Вот сто процентов Кто-то заснул Как минимум Один человек Его включил Праздники После обеда Такой лег И давай Рассказывай мне Как космические корабли Борозят Просторы вселенной И завалился Кстати рыба шикарная Реально Вот этот судачок Попался Прям такой огненный В том плане Что он прям В меру просушен В меру соленый Жирненький Вкусный Ну и пью Такой неплохой На самом деле Хрень собачья Полная Но В силу того Что легкая Нормально Были мысли Если сейчас еще Свет Да я везде включил Вечерочком Попробовать Как-то подогнать Камеру так Чтобы по обратную Сторону сесть Камин Чтоб в кадре был Сидишь Свечи Можешь даже Ну такую Вечернюю Уютную атмосферу И уже там Не пиво А там чай Не знаю Горячий попить Сыр нарезать Там бокал Вина выпить Ну вот из серии Так Именно знаешь Создать атмосферу Не чтобы там Побухать Посидеть с вами вместе А вот именно Атмосферку создать Что-то обсудить Потому что Это же действительно интересно Многие люди Смотрят какие-то сюжеты Чисто где там Человек какие-то Свои мысли высказывает Кто-то стоит Картошку Чистит возле плиты И что-то параллельно С этим рассказывает Так что Такие дела Более сказать нечего Кратенько Я пробежался По Наиболее интересным темам Возможно Что-то забыл Не составил В любом случае Будем двигаться Будем снимать Дальше Пишите ваши советы Пишите ваши комментарии Можете писать Всегда в личку На почту Еще что-то Где-то я могу Быстро не ответить Но я увижу И я запомню Соответственно В дальнейшем В подобном сюжете Ваш вопросик Мы сможем детально разобрать Я надеюсь Этот ролик Не был Модное слово Душным Я Налегке С позитивчиком Вам все рассказал Поделился с вами Своим видением Следующие сюжеты У нас начнутся Про недвижимость Про жизнь людей Есть уже наметки По авто тематике Что интересного Можно будет снять По машинам В общем будем работать Будем делать Как говорится Глаза горят И руки делают А желание есть Я вас всех Еще раз поздравляю С наступившим 2022 годом Спасибо вам большое Что подписываетесь На канал Смотрите Ставите лайки Пишите ваши комментарии За вас И до скорых встреч Пока-пока